Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил интересный вопрос. Что происходит с нашими ангелами-хранителями после нашей смерти? Уже в самом вопросе есть некоторое собственничество, ой, наш там ангел-хранитель, куда это он из-под власти нашей вырвался, как-то вот тут он мне должен всю жизнь помогать, а потом помогает ли он мне дальше там на мытарствах, еще что-то или не помогает. Надо понять, ангелы-хранители, они наши, можно сказать, наоборот, мы их. Мы все Господни, Господь посылает своих небесных служителей, исполнителей воли Божьей, как апостол Павел говорит, да, что ангелы служебные, духи в службу посылаемы, что они исполняют волю Божью. Но вот нам все время кажется, что ангелы это, ну, кто у нас там на плече или где-то в кармане лежит или там в сердце, там борется с сатаной. Но на самом деле посмотрим, что где в ангелии от Матфея сказаны слова совершенно по другому поводу, но заодно и наши ситуации, они немножко тоже проясняют. Смотрите, говорит Господь, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Где ангелы? Ангелы их, правда, ангелы их, вот, ну, людей на небесах. Надо понимать, что ангелы, духовные существа, они не подвержены власти наших трех измерений и заодно этого четвертого измерения времени, поэтому тут нет никакого противоречия, что ангелы их, то есть наших людей, и одновременно они на небесах пребывают. Ангелы пребывают с Богом, и как раз глаз ангельский, это глаз Божий, который в нашей душе звучит. Поэтому, когда мы, конечно, умираем, то ангелы, что до нашего рождения, что после нашей смерти, они все так же с Богом пребывают. Патч ангелы-бесы пребывают без Бога, ангелы небесные пребывают с Богом, со Христом. То, что наше состояние, наша душа и тело разделились после нашей смерти, ситуацию, в принципе, не меняет. Ангел Божий, он пребывает по-прежнему с Господом. И если человек по итогу своей смерти от Бога отдаляется, то, конечно, и от ангела своего он тоже отдаляется. Тут, конечно, еще надо провести некоторую разницу между моментом страшного суда и всеобщего воздаяния. Когда, как мы знаем из притча о страшном суде, что праведники пойдут в рай, уготованный человеку, а грешники пойдут куда? В ад, уготованный отнюдь не человеку. Как Господь говорит, идите от меня проклянный в геену огненную, уготованную сатане и ангелам его. То есть, уготованную тем его ангелам, которые хотят быть без Бога, которые оторвались от Бога. Пока все-таки страшный суд не наступил, ситуация немножко более радостная, потому что все равно мы, почему, собственно, и церковь может молиться, а молитва это все-таки состояние, это действие духовное, это действие не физическое, хоть оно может сопровождаться и произнесением слов, и крестным знамением, и поклоном. Что пока человек еще ждет страшного суда и церковь молится, то, конечно, и молитва ангела-хранителя никуда не девается, и в ожидании страшного суда даже душа каждого грешника все равно поддерживается. Поддерживается пусть из большего, может, какого-то, так сказать, расстояния ангелам, которые со Христом на небесах пребывают. Вот в момент страшного суда это уже момент окончательного решения. И если человек попадает туда, где ангелы, в то место, предназначенное для ангелов, которые со Христом никак не связаны, то, конечно, уже это и расставание со своим ангелом-хранителем. Если же человек по ходу своей жизни, ну и по молитвам церкви все-таки к своему ангелу-хранителю прислушивался, то он никогда ему не будет так близок, как в Царстве Небесном. Продолжение следует...